Акции коалиционного движения за спасение Родины с требованием отставки пемьер-министра Армении Николы Пашиняна становятся менее массовыми, так как у объединения нет внятной политической программы, а реальным влиянием обладают не более 5 из 17 входящих в него партий, отметили опрошенные Кавказским узлом армянские политологи. В ноябре 2020 года после окончания войны в Карабахе в Армении начались акции протеста с требованием отставки пемьер-министра Николы Пашиняна, подписавшего договор о прекращении боевых действий. Пашинян же согласился только на проведение досрочных выборов в парламент. Если пемьер подаст в отставку, движение прекратит свое существование, и каждая из политических сил будет действовать на политической арене, исходя из собственных интересов, предположил политтехнолог Армен Бадалян. До июля в движении представлены 17 политических сил, однако де-факто их 4. Армянская революционная федерация Дашнак Цутен, Республиканская партия Армении, Просветающая Армения и частичная партия Отчества, которую возглавляет бывший глава СНБ Артур Ванницян, отметил Бадалян. Партия – это не только зарегистрированное название, но и активная деятельность в различных сферах. «Партии есть, но в то же время их нет. Их лидеров можно увидеть в лучшем случае на пресс-конференции», – подчеркнул он. Бадалян считает, что протестное движение в стране находится в вяло текущем состоянии, тогда как политические процессы оцениваются по эффективности. У движения также отсутствует программная концепция «как будут решаться проблемы», – добавил Бадалян. «Говорят, что надо сменить предателя, но у них нет политической повестки, как будут решать экономические проблемы, кто войдет в правительство, какими будут отношения с Евросоюзом, их позиции в вопросе Нагорного Карабаха. Лидеры движения ограничиваются общими тезисами, без конкретики. К примеру, что улучшат отношения с Россией, сформируют политическую повестку США, но не говорят, «как это собираются сделать», – сказал Бадалян. Политолог Степан Данилян также считает, что отставка пемьер-министра не может стать политической повесткой. «Требование об отставке не может быть политической повесткой. Это механизм для достижения цели. Проблема политической повестки присуща как власти, так и оппозиции. Ни те, ни другие не могут сформировать повестку. Нет концепции, какой будет программа будущего правительства. Наличие повестки позволит повысить общественный накал», – пояснил Данилян, добавив, что в случае внеочередных выборов каждая партия будет участвовать в них индивидуально. По мнению политолога Армена Варданяна, если движение добьется своей цели отставки Пашиняна, коалиционное сотрудничество между политическими силами прекратится из-за противоречий и противоборства, кто будет властью, начнется уже среди них.